400 сотрудников и 400 километров подведомственной территории. Транспортным полицейским доверена особая работа. Они обеспечивают безопасность и охраняют общественный порядок на сухопутных, водных и воздушных магистралях нашего города. Сегодня в честь 25-летия в городском подразделении состоялся торжественный праздник. Отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты, а также очередные звания. Важную роль транспортных полицейских отметил и Анатолий Пахомов. И сегодня, когда город Сочи стал местом проведения всех общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий России. Это, конечно, всем нам почетно, но какая огромная ответственность ложится на плечи всех правоохранительных органов. И в частности это касается, конечно, вас, как людей, которые понимают, что стоит за нашими спинами. За нашими спинами стоит Родина и ее авторитет. В Сочинском линейном управлении на транспорте немало сотрудников, которые свой долг перед Родиной выполняют именно в этом подразделении. А вот майор полиции Кадир Мамедов и вовсе служит здесь все 25 лет. Мы, естественно, имеем дело с пассажирами. В этом и заключается сложность нашей работы в том, что контингент не постоянен. Цель у нас одна – как бы постоянное выполнение своих обязанностей, обеспечение безопасности. На данный момент столько лет я прослужил. Ну, я считаю, чего мог, того добился. Поэтому остается только ежедневно выполнять свои обязанности и все. А как бы титул и звание придут сами. Сочинский коллектив лучший, и это отмечают на самых разных уровнях. Главный секрет – это сплоченность, подчеркивает руководитель подразделения. Самое главное наше достижение – это зимние Олимпийские игры. Мы являемся Олимпийским подразделением. Поэтому хотелось бы поздравить еще раз, поблагодарить личный состав Сочинского линейного управления за ту службу, которую они проводят по обеспечению охраны общественного порядка Сочинского транспортного региона. Впереди масса работы. Сочи готовится принять Кубок конфедерации. А это миллионы гостей, которые прибудут на курорт как через морские, так и воздушные ворота города. У многих в приоритете поезда. И каждого из туристов в первую очередь встретят они – транспортные полицейские. Рината Шипулина, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.